Соединенные Штаты недвусмысленно намекают России на то, что они не собираются уступать в этом регионе. И если и договариваться, то только по принципу принуждения к миру. Интересно. Тогда продолжим. Последнее время главной темой вообще всех мировых обсуждений является вот это столкновение между США и Китаем. Взаимные обвинения. И в этом смысле некоторые поговаривают, Россия, может быть, была бы нужна каждому из них в качестве союзника. Вот вначале складывалось какое-то определенное впечатление, если проанализировать последние события, как Трамп, например, вел переговоры с Путиным, и они там решили о чем-то договорились в АПК+. Потом это интересное заявление о встрече, которое тоже активно обсуждалось. Так вот, а с другой стороны, вот та попытка все-таки показать, что это наша территория со стороны Соединенных Штатов в Америке. Вот как вот тут? Давайте попробуем. Посмотрите, это же опять дипломатия и политика, это же искусство игры в шахматы. И никто не знает, чья возьмет. В данной ситуации я не думаю, что Россия будет молча сидеть с руки и смотреть на то, как усиливает свое присутствие Соединенные Штаты, по крайней мере, в политическом и дипломатическом измерениях в Восточной Европе. И понятно, что надо ждать теперь на ответный ход со стороны России. Каким он будет? Пока еще спрогнозировать будет достаточно сложно. Скорее всего, он будет асимметричным, потому как Путин является мастером асимметричных ответов. Что касается подобных действий. Да, действительно, и Китай, и Соединенные Штаты заинтересованы в том, чтобы Россия как минимум вела себя нейтрально в этом противостоянии. И Россия сегодня попытается разыграть золотую акцию именно в этом противостоянии. Да, ресурсно Россия проигрывает и Китаю, и Соединенным Штатам. Экономика России не настолько развита и сильна, как у Соединенных Штатов или у Китая. Но в то же время у России есть влияние во многих странах мира, в том числе на Ближнем Востоке, в Центральной Азии. У России существует своя история отношений с целым рядом европейских государств. У России существуют природные ресурсы и существует большая территория, которая тоже интересует, что является немаловажным козырем в ее играх. Ну и так далее. Можно называть и другие еще моменты, в том числе доминирование России в Арктике, космические программы и прочее, 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 прочее. Вот. Так что в данной ситуации каждая из сторон и Соединенные Штаты, и Китай заинтересована в том, чтобы заполучить Россию в качестве либо союзника, либо нейтрального игрока. Россия будет, очевидно... Россия скажет свое слово, наверное, после завершения карантина. Что такое асимметричный ответ? Вы сказали, Путин мастер асимметричных ответов. Что такое? И каким может быть асимметричным? Ну, понимаете, когда в 60-е годы прошлого века были разного рода противостояния, скажем так... Вы о Карибском кризисе сейчас? Да, да, да. Скажем так, вдруг, скажем, угроза у Соединенных Штатов возникла там, где они ее не ожидали. Вот, в 60-е годы. Я не говорю о том, что вдруг будут лодки в Карибском море, подводные лодки. Но я не удивлюсь, если вдруг что-то не заладится у Соединенных Штатов совершенно там, где они не ожидают. То ли на американском континенте, то ли где-то в финансовой сфере, то ли на рынке нефти и газа и так далее. То есть, это пока что гадание на кофейной гуще. Я не хочу загадывать наперед. Думаю, что целые американские институты изучают возможности и риски того или иного шага. Но в любом случае, я думаю, что когда мы говорим о симметричном ответе, это не значит, что завтра же, например, какой-нибудь генерал российского главного управления, главного разведывателя управления будет назначен послом в Канаду.